привет друзья по многочисленным вашим просьбам снять видео о моих клетках я это и делаю у меня уже есть видео на эти темы как я делал клетки но нету видео о том о всех клетках в общем разом ну и сейчас это видео будет именно об этом сейчас мы находимся в святая святых это маточное отделение здесь у меня сидят самки вот с крольчатами кто-то беременный и начнем и пожалуй вот с этой вот маточной клетки открывается она у меня на таких вот спинга летика пружинка заказал на алиэкспресс больше заказывать не буду подорожали в два раза так вот так это она открывается и вот здесь вот сидит самка уже с крольчатами кратчатом чуть-чуть на ради то больше месяца так теперь о клетке глубина клетки составляет 90 сантиметров ширина 70 сенником и вот здесь вот вот такой вот маточник маточник 45 на 45 самки такой как строкач французский баран вполне хватает вот что я здесь бы передел маленько вот эти вот штучки это от клипсатором скобы я бы заменил на некоторых я уже заменил до сюда еще не добрался клетка полностью из сетки для помещения для улицы вряд ли бы подошла почему потому что полностью открытая и любой сквозняк сыграть свою роль на здоровье наши крольчат вот следующая клетка у меня вот такая вот она сделана вообще просто так почему потому что чтобы вместо не пустовала я сделал такую клеточку глубин длина ее ширина вернее йоги то метр двадцать высота сантиметров 30 наверно и глубина сантиметров 45 как раз для одной вот такой вода два с половиной три месяца либо для нескольких кратчат хватает открывается мне вот такая вот штуковинка сделал из резинки кому надо на заметку два гвоздика загнул проволочкой затянул и резинка потому что пружинки покупать дорогое удовольствие так все сидит на соломе комфортно сетка у меня 25 на 25 кто-то спрашивал не проваливается ли у подростков лапки лапки не проваливаются потому что у некоторых стоят трапики у некоторых просто солома вот как вот этой вот красавица сидит одна здесь сидят их два две самочки им чуть больше трех месяцев в принципе им места хватает здесь вот самка строкачка тоже строкачка вон родила вот это что касается буля буля собака вот родила маленькие на соломке чувствует себя прекрасно это что касается маточников ну и таких вот клеток раньше у меня вот такие вот были маточники здесь сейчас сидит у меня вот такая вот самочка но она не кролится ничего вот просто отдельные там внизу у меня тоже самое чтобы я переделал здесь ну наверное я бы чуть-чуть бы уменьшил бы у этой деревянной клетки потому что она тяжелая таскать ее тяжело на полностью из дерева даже из дюймовки вода такие из-под поддонов но все равно она тяжелая сейчас пойдем и посмотрим другие мои клеточки следующая клетка это вот такие вот брудера ширина ширина у нее 240 то есть по метр двадцать я в общем соединил между собой чтобы время на отдельные клетки не тратить сверху у меня открывается крышка и вот здесь вот такой орел и и и и все вот глубина 50 высота 45 но также опять скажу что очень тяжелая поэтому его бы как-то бы облегчить здесь вот сидят такие вот гавроши в принципе еще парочку бы вот таких вот возрасте можно было сюда посадить достаточно места на соломку постелить им или сенса иди иди вот следующая клетка вот такая это буду рвота на вот такая вот раньше она у меня была пополам то есть по 60 сантиметров но кролики строкачи они что-то большие мало места и я решил перегородку убрать и получилось вот такая вот метр двадцать одна большая клетка одному кролику удобно есть где развалиться вот так же здесь бы я ее тоже бы облегчил ну в принципе я этим и занимаюсь в данный момент вот такой же брудер есть только я его разделил вот перегородкой здесь у меня пока пусто здесь сидит один здесь двое здесь у нас эти жопки вот с мамашей сидят отсадил их с маточник и здесь сейчас они сидят комфортно кто-то чихнул кто-то подавился кто-то так ну это что касается бур дуров бру дуров и вот таких вот клеток как я уже сказал этого бы я передел облегчил сейчас покажу на какие клетки я стал переходить вот и почему перехожу я сейчас вот на такие вот клетки сверху юсби либо можно использовать 9 миллиметров либо 12 но то что у меня было 12 миллиметров из этого я делаю очень легкая то есть сам юсби не на не настолько тяжелый пока у меня здесь никого не сидит не никто не сидит в два яруса я их вот сейчас буду переселять потихонечку времени катастрофически не хватает потому что сейчас уже весна начнется огород здесь прикрутил пару шурупчиков открывается все вот так вот здесь тоже самое об все достаточно просторно здесь у меня сенник 90 сантиметров ширина 50 глубина для одного кролика строкача барана вполне достаточно здесь у меня профиля сетка также 25 на 25 но здесь все будут трапики потому что не сидят у меня кролики на сетке ну либо солому в чем у меня будет будет солома по стилю солому вот ну кто-то может сказать ты же делал клетки чистые сетки но сейчас пойдемте посмотрим на эти клетки и скажу что с ними не так и почему я их больше делать не буду вот мы перешли во вторую теплицу здесь меня уже супруга выгоняет клетки все нужно вытаскивать буду пересаживать туда под крышу где я делаю новые клетки вы как я уже сказал времени у меня не хватает вот одну клетку уже сделал там у меня сидит строкач так теперь по сетчатым чисто из сетки да они делаются чуть быстрее чем другие клетки из дерева да ну не намного но быстрее единственный минус это их нужно будет держать в помещении потому что они полностью открыты где-то небольшие сквозняки а мы с вами знаем сквозняки это это плохо для кроликов все все он видите осталось сетка 1 вот буквально вчера постелал им многие заметили да что у меня сено потому что соломы у меня очень мало осталось а покупать сейчас пока денежка не позволяет а сена у меня много у меня даже хватит до осени сена поэтому я им периодически вместо соломы сено стилю что они поедят чего он просыпется вон уже мне грядки наложили так и так на чем мы остановились а по минусам плюсы я сказал да что быстро делается в принципе вроде все хорошо в чем минус это сквозняки то что нужно держать в помещении на улице я бы не стал бы держать и плюс еще от жары да их нужно как-то спрятать если когда у тебя от деревом деревом обделано все равно более менее прохладнее не так нагревается здесь получается под открытым солнцем еще из минусов то что нет фиксации особо она вон она шатается вся это я обнаружил да когда уже сделал вроде все хорошо вроде все прекрасно но ее всю ведет то есть нет особой такой фиксации когда ты вот как он делал у меня клетки на брусках фиксация очень хорошая то есть они не шатаются и дно вот она проваливается под весом то есть она как бы виде выгибается и это мне не нравится то есть пол становится не не очень такой сплошной вот поэтому я решил от этих клеток отказаться да ну вот принципе то и все все мои клетки буду держать вас в курсе когда буду переселять своих крольчат на новое место потому что супруга выгоняет здесь у нее уже должны быть георгины а у меня до сих пор здесь клетки ничего не успеваю ну в общем ваши пожелания я исполнил а ну что касается размеров это 90 у него ширина 50 также глубина высота 45 но в принципе все то же самое ну я их могу разобрать и сделать те клетки из юсби которые по мне очень даже нормально смотрятся как бы и также легкие ну да еще плюс у этих сетчатых клеток то что они легкие ну вот в принципе и все все клетки я вам показал пишите комментарии а на этом все друзья пока пока а